Привет, друзья! Это Александр Шеметихин из Спортэк ТВ. Сегодня в гостях у нас наш велоэксперт Брусницин Павел. Всем привет! Пользуясь случаем, хочу поздравить Павла сначала с победой в чемпионате области по групповой шоссейной гонке. Это было совсем недавно. Паша, молодец, поздравляю! Ну а мы сегодня продолжаем обзор велосипедов Merida 2021 года коллекции. И сегодня расскажем вам про горные велосипеды, а конкретно про один из хитов продаж, так скажем, прошлого года. Это модель Big Nine 7000. Мы про нее уже в том году много разговаривали, да? И вот, Паша, какие есть изменения, наверное, вот первый вопрос будет к прошлому году у этой модели? По 2021 году в целом можно сказать, что общая концепция цветовая у Merida поменялась. То есть у них сейчас будут основные цвета, ну вот такие классические там. Черно-белый, вот такой вот цвет. Ну да, черно-белый, естественно, зелено-черный. И цветной. Да, цветной. Тот вроде тоже цветной уже. Ну это к техническим, конечно, моментам не относится, просто это общая тенденция такая, да, у них на 2021 год. Конкретно по модели изменения следующие. Поменяли резину. Раньше стоял Conti на этих велосипедах, на этих, на 7000, на 5000, на XTIT будут стоять Maxis. Вот. Maxis не совсем простой. Он уже идет с 30S Speed Compound. Это уже модель, ну, тройной компаунд, то есть гоночная покрышка, по сути, только без защиты. Но она немножко все равно толще, чем базовая версия. Боковины все равно будут у него потолще. Вот. Но это не топ, не топ резина. У нее еще нет защиты боковин. И она не позиционируется как TL у них. У Maxis AG TL это обозначение возможности установки бескамерно. Но по опыту могу сказать, что вот этот Maxis еще в далекие годы, когда только найнеры появились, очень хорошо втыкался на обода ЗТР. Абсолютно спокойно. Я думаю, что ничего не помешает эту резину поставить и здесь сходу бескамерно на эти колеса. Потому что это специализированные обода под бескамерку. Карбоновые колеса Reynolds TR249. Ну и попутно, чтобы далеко объектив не убирать, рассмотрим еще вилку. В этом году велики будут комплектоваться обновленными седами. Это обновленная версия. Получается 21 года. Сид виды изменил немножко штаны. В этом году они стали полегче. Больше фрезеровки. В этих вот моментах это отчетливо видно. Просто нет возможности вам показать вилку предыдущего поколения. Но основной момент здесь будут именно в весе, в визуале. Штаны более фрезерованные стали. Как это скажется, опять же, на каких-то надежностных характеристиках покажет практика. Но вилка стала немножко легче. Про демпфер и воздушную пыжу ничего сказать не могу. Но, по-моему, используется та же воздушка, что и в предыдущих поколениях. Это Debonair и Cartridge Charger 2.1. В принципе, это, наверное, самые основные отличия. Помимо цвета у этого велосипеда. А навеской в круг XT, соответственно, вместе с тормозами, с переключением, с кассетой, с цепью. Но тут, да, интересный момент. Когда нормальные цепи стоят. Почему-то у гордых велосипедов сразу же, да. То есть цепь XT стоит. Хорошая цепь. С хорошим ресурсом, соответственно. И такая цепь прослужит долго. Меньше ржавеет, чем, допустим, какие-то базовые цепи, типа Dior, либо KMC простых. Вторую цепь такую же берете и уже хорошо. Основные отличия я обозначил. Может быть, в каких-то сейчас моментах еще поговорим. Какие есть нюансы, какие у нас выяснились по ним. Здесь использованы. Ну, Паша, базово, если я так подытожу. То есть рама осталась та же, трансмиссия осталась та же, колеса остались те же. Вот только поменялась вилка и поменяли покрышки, в общем-то и все. Да, больших изменений нет. Да. Вот, друзья, в принципе, мы прошлый год активно продавали эти велосипеды, получали отзывы. В основном, конечно, люди готовы такой велосипед за такой ценник на карбоновых колесах. В общем-то, это очень хороший вариант для рынка. Но некоторые моменты, то есть все-таки были обращения. Например, были обращения по вилке, что вилка не до конца блокируется. Вот что Паша может сказать? Ну, давайте сейчас немножко по технической составляющей обсудим этих вилок. Сейчас уже вилки пошли с такими картриджами, что у Фиксы некоторые модели. Но в основном это у Рокшокса. Вот эти последние чарджеры, последние модификации, они не блокируются в ноль. Люди, которые ждут блокировку в камень, не ждите. Вилки больше не блокируются вот так, что вы их прямо продавить не можете. Все равно есть ход ощутимый. И под большим усилием она все равно срабатывает. При езде в гору качается все равно меньше. Потому что блокировка это как максимальная степень компрессии. Здесь, соответственно, когда вы включаете, вы просто включаете ее максимально доступную степень для этого картриджа. И она не будет блокироваться в горке, даже на асфальте. И вообще с чем это вызвано? С тем, что все-таки для сложных подъемов вилка все равно должна немного работать. Она должна слегка амортизировать какие-то неровности. Иначе это и потеря в скорости, и потеря в управлении. Если вы встречаете в подъемы камни, корни, лучше ехать все-таки на открытые вилки в зависимости от трассы. Если ты знаешь хорошо то место, где ты поедешь, ты, соответственно, можешь заранее спрогнозировать, предугадать, где мне блокируют вилку, а где нет. Поэтому вот такой момент. Эти картриджи в ноль не блокируются. То есть кто будет покупать на седах, на ребах, имейте в виду. На ребах, где моушн-контроль стоит и на предыдущих вилках, там, рекон, те еще, по-моему, у тех блокировка более жесткая. А у чарджеров, у последних, у них нет. Все, забудьте. Ну, то есть это просто сейчас такая конструкция вилки идет. То есть так работает и, ну, наверное, производитель под, так скажем, запросы, то, что трассы стали более технически сложные и даже в подъем, даже в подъем получается вилка нужна. Ну, просто, понимаете, неоправданно это стало, неоправданно полная блокировка для этого. Все, это контейный велосипед, на нем нефиг делать, на асфальте. На асфальт, вон, шоссейников куча продается, пожалуйста, покупайте, там, гравийники, пожалуйста. Это байк. Понятно, что есть какие-то асфальтовые прогоны и есть. У нас люди, которые ездят на асфальте, на горных великах, их много на самом деле, большинство. И на двух подвесах, да. Хорошо, Паша, ну вот в целом, что может про этот велосипед? Я бы сказал, что это самый доступный из гоночных велосипедов вообще у Мериды, потому что выше идут уже модели на другой раме, версия 8000, бывшая Тим и 9К, соответственно, да, 9000. Вот разница в раме и то, вот есть даже минусы у топовых рам по сравнению вот с этими. Например, случай из практики, вот недавний случай, у товарища разлюфтилась рулевая, причем он проверял постоянно, люфтит она или нет, то есть он стягивал постоянно рулевую, смотрел. Она залюфтила из-за того, что верхний подшипник разбил посадочное. С чем это связано? Ну, по крайней мере, мне он так объяснял, что он все проверял. Может быть, где-то он пропустил этот момент, он ее подлюфтил немножко, подразбил посадочное место. Все, появилась выработка. Реально, получилось так, что у него 41-й подшипник, который вставляется сверху в рулевую, стал болтаться. Я поставил 42-й, 42-й не болтается. Но, естественно, он ничего в раме не менял, все было как было. А здесь рулевая полуинтегрированная, здесь чашка не карбоновая. Здесь вы, даже если вы уничтожите алюминиевую чашку, вы ее всегда можете поменять. Сама рама не пострадает, вы просто меняете рулевую. Это первый момент. Второй. Вот у этих рам еще присутствуют такие крепления для передних переключателей. Их можно использовать для крепления рамки успокоителя. Вот такой, чисто для страховки. Это плюс, особенно если вы валите везде, особенно если вы крутите со спусков. Ну, вот как не крутите, вот эти все технологии, shadow plus, переключатели, вот эти narrow wide звезды, ну, не спасают они на 100% от сброса цепи, вообще не спасают. Ты где-то на спуске чуть педаль назад крутанул, у тебя на раскачке цепь отлетела, все. Цепь спала, ты остановился, начинаешь ее одевать. И теряешь, допустим, несколько мест на чемпионате России. Очень легко и просто. Ну, люди, которые соревнуются на высоком уровне, для них 10 секунд, это очень много. 10 секунд, если ты потерял, значит, ты еще из каждого поворота начнешь ловить, потому что ты не догоняешь, ты начинаешь догонять кого-то. Вот, да и в принципе немало это приятно. Это скорее, ну, это скорее плюсы этой рамы. Во всем остальном, конечно, она тяжелее из-за этого, она не такая, может быть, жесткая, как CF-5 рама. Чистая из-за использования волокна. Да. Ну, это вот в пользу защиты вот этих рам, скажем так, что можно еще сказать из опыта. Ну, в целом, насколько я понял, Паш, можно его позиционировать, этот велосипед, как вот начальный для профессиональной волокна. Ну, да, да, конечно. У него есть все атрибуты для этого. И карбоновые колеса, и вес меньше десятки. И навесное оборудование XTE, я считаю, не сильно отличается от XTR в плане надежности. А только вес, опять же. Ну, то есть на российских соревнованиях и ехать можно. Так, конечно. Хорошо, друзья, ну вот такой прошлогодний наш хит продаж. В этом году, я думаю, он хуже не стал, может, даже стал лучше из-за вилки и покрышек. По-прежнему это является один из лидеров в этом ценовом сегменте по комплектации. Правда, ценовой сегмент сместился. Ценовой сегмент подорожал, валюта дорожает. Здесь, конечно, мы ничего с этим сделать не можем. Но, тем не менее, в сравнении с конкурентами, это остается топовый велосипед в этом ценовом сегменте. Так что, друзья, кому интересно, велосипеды есть в наличии. Кто хочет познакомиться с более подробной комплектацией, можете посмотреть по ссылке внизу. По наличию, по ценам тоже. Паша, спасибо тебе за информацию. Друзья, спасибо, что нас смотрели. Спасибо за внимание. Всем пока. Привет, друзья. Тест на вес. Модель Big9 7000. На наших весах показывает 9,970 кг. По заявлениям производителя 9,700 кг. Ну вот, небольшая разница есть. Тест на весах показывает 10,970 кг. После оператив.